Девушки отдыхают Миледи, Миледи Тун Добрый вечер! 3 декабря, воскресенье Шоу Воли Сегодня у нас в гостях актеры сериала Ресторан по понятиям Владимир Сычев и Иван Кокорин А также вы увидите репортаж Карины Мурашкиной Со съемок новогоднего фильма Иван Васильевич меняет все А прямо сейчас Здесь, в этой студии Участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег и Александр Шепцы Я вас приветствую Сады Илья Илья Присаживайтесь Как вас любят, а? Это всегда взаимно Парни, первый вопрос сразу Как вам энергетика в нашем зале? Как вы ее чувствуете? Позитивная Тогда че с лицом? Ничего так, нормально Как вам энергетика с Сашей и Олегом? Все, контакт налажен Нам достался материальчик И хотелось бы его сейчас обнародовать Давайте посмотрим просто видео И потом откомментируем, что это было Включайся Кстати, вы не экстрасенс Я не экстрасенс Но я точно знаю, что будет завтра В 23.00 Братья Александр и Олег Шепс Станут гостями шоу «Воли» Завтра в 23.00 на ТНТ Марат, вы ошибаетесь Я ошибаюсь? Да Почему? Потому что будет только Александр Шепс Олег, ты ошибаешься Ты за меня просто не решай И все будет отлично Да, ультиматум там уже поставлен Да, хорошо Хорошо Будешь ты, да? Да Мне сегодня звонили И мне даже Олег, а хорошо Ну и все, всего доброго Вы поругались на съемках? Всякое бывает Да Особенно там Ладно, давайте Кроме там семейных каких-то разногласий Перейдем к вашему основному вообще Кто ваши главные конкуренты в сезоне? Мы Друг у друга А конкуренты из тех, кто участвует еще с вами в шоу «Битва экстрасенсов» Кто вот там сильные, мощные? Если бы вы не участвовали Они все сильные, мощные Сложно выбирать Но на самом деле это факт После нас я бы, наверное, Матвеева поставил, Диму Не после, а вместе с нами Или, да, лучше даже так Вместе с нами Череватый, крутой? Крутой Крутой А как вы осуществляете этот контакт с миром мертвым? С помощью призыва Какого призыва? Призыва мертвым? С помощью осеннего призыва? Нет, нет, нет Ну вы же связываетесь с живыми Вы же звоните, например, на телефон Это связь? Связь А как вы звоните? На пейджер? С помощью вот таких вот штук Нет, честно Просто поясните Мне хочется знать А как вы выходите на контакт? Самое главное помнить, что есть контакт, а есть общение И с мертвым всегда только контакт С кем интереснее, с мертвым или с живыми? Контакт Иногда бывает с мертвыми интереснее Я наверх понял Подождите Но вы же сказали, что только контакт, а пообщаться невозможно Общаться можно через тебя, через свое тело То есть тело — это сосуд, в который ты запускаешь душу А через что вы запускаете? Что происходит? То есть такой передатчик Ну, я имею в виду через мозг, через или как руки, как вот через... Через тело Ты даже не ощущаешь конкретную деталь Он полностью приходит? То есть мертвый ложится на вас, что ли? Ты становишься наблюдателем Мертвый входит в тебя и заполоняет твое тело Как будто бы два пилота в одной машине, понял? Ооо Типа два таксиста Не знаю Послушайте, а с какими-то известными людьми, которые умерли, вы связывались? Конечно Кто? Я с Наполеоном, с Есениным Нет, я с Наполеоном и с Есениным Серьезно? Да И что, как у них дела? На могиле Есенина я сколько стоял там под дождем, снег и холод Вы что? Вот как сейчас поживает? Слушай, Есенин в итоге повесился или его убили? Он не повесился Его убили? Убили Его убила веревка вокруг шеи Чужими руками Я вам клянусь, если бы я обладал способностями, я бы в первый день пошел бы в казино и никогда бы не работал больше Почему экстрасенсы так не делают? Почему вы так не делаете? Потому что мы бы не пошли в казино У каждого первых свой путь и мы мыслим вне рамок материального мира Это не уважение к высшим силам просто будет использовать свой дар вот так Раз мы говорим про ваши сверхспособности, которые у вас точно есть Значит, вот у меня вопрос Как так получилось, что этот дар достался в одной семье двум людям? А что удивительного в этом? Ну, как правило, это... Ну, это... Такого не бывает Ну, как видишь, бывает Ну, вот я и хочу узнать, кто из вас настоящий волшебник, а кто примазался к гению? Провокационный вопрос Вообще, если так судить, то мы, можно сказать, оба примазались к нашей маме Потому что мама наша гораздо сильнее, чем мы и все те, кто на битву сильнейший Мама передала, получается? Да, я это знаю, да, у них мама тоже с экстрасенсорными способностями Спирит Экстрачувствительность Да? А папа у вас? Папа же обычный человек Или у него тоже какие-то способности есть? Ну... Он гений Он просто гений, да Я бы сказал, это мудрейший человек из всех, кого я знаю То есть, получается... И если есть возможность, я бы сказал, папа, я тебя люблю Это человек, который вложил в меня все хорошее, что во мне есть Ну, это взаимно, да И это... А вы из многодетной семьи, правильно? У вас еще три брата есть Нет? Почему? Раз два еще есть братья А, два брата Четыре сыночка и лапочка дочка Ну, видите, я немножко предвижу будущее И они тоже волшебники? Нет А почему им не передались способности? Почему не передались? Передались, но не в таком объеме На самом деле, у каждого человека, вот все здесь сидящие, обладают способностями Каждый может это развить, свою интуицию Но вот способности медиума — это то, что дано тебе от рождения Это как раз выстраивать контакт с миром мертвых Вы как раз медиумы Да Да, если ведьмой можно в процессе жизни там стать Там набрать опыта Подожди, стой Давайте в терминологии разбираться Чем медиум отличается от ведьмы или от ведьмака? Простая ведьма никогда не сможет выйти на контакт с мертвым Она может увидеть мертвого, но услышать его не сможет Вступить с ним в контакт она не сможет А медиум изначально сразу же вступает в контакт с некрасю Я понял, это как Бузова, она певица, но спеть никогда не сможет Понимаешь? Да Может быть, да Она видит, она видит как бы зал Как бы ноты видит, но не понимает, в чем дело Вот петь в него не может хорошо Так, сейчас будет короткая реклама, а после в этой студии будет настоящая мистика Оставайтесь с нами Я слышал, что вы по прикосновению можете многое понять о человеке Есть такое? А как это работает вообще? Экстрачувствительность Об Илье, допустим, можно что-то понять, чего никто не знает, допустим А? Можно я попробую? Все, друзья, все, что я знаю Сидите, сидите, я сам До свидания Увидимся с вами в следующий раз Чем он, чем он уперся? А я еще даже не уперся Нет, там что-то очень теплое, подождите Все видишь хорошо Да Он знает, что у тебя минус два, прикинь Определить твой тотемный оберег? Да А ты понять сам сможешь? Да Вот я тебе сейчас прямо ментально передаю Давай Лови мысль Береза Ну ты был близок Почти А что я? Давай насчет три Раз, два, три Гриб А ты сказал? Ну, я был близок А ты что сказал? Гриб Гриб Я прям начал Я не думал, что ты будешь так жесток Прикольно, гриб Я как раз пью грибы Считаю это Послушайте, а по мне можно что-то определить? Можно, конечно Давай Прочекайте Сейчас, сейчас Прочекайте меня, пожалуйста Ты запомни вот это вот про гриб У меня Гриб Есть прям задумка очень хорошая Кайф Давай Мы сделаем волшебство Давай, давай Сделаем? Одно есть классное волшебство Под Питер поедете осенью? Паш, ты круче вареных яиц Могу тебе сразу сказать Мне Олег однажды такое сказал Вот тебе могу так же сказать Ты круче вареных яиц Если бы я выбирал тебе тотемный оберег То это было бы яйцо Вот прям Вижу яйцо У Паши тотемный оберег яйцо? Да Паша, ты слева сидишь? Значит, левая Нет, ну причем Вы даже себе не представляете На самом деле Яйцо Это Символ мудрости И символ плодородия Так, послушай А из яйца вылупляется Ворон Пусть будет твой тотемный оберег Ворон И меня такое чувствовали Нет, подождите У меня два тотемных оберега С детства со мной Я их ношу все время Но А что нового-то мне сказали? Я тебе сейчас хочу сказать Сколько ты готов мне теперь заплатить Чтобы я не спалил тебя Лейсан? Лейсан знает про мои обереги Более того Она их держит крепко у себя в руках Я сказал яйцо А не яйца А Тотемный оберег яйцо Оно одно Нет У Паши что, одно яйцо? Так Смотри Только сейчас говорят Мы не живем в материальном мире Сколько ты мне заплатишь? Одно яйца мои А скажите Вот у меня Какая у меня была машина На которой я работал в Красноярске Белая Нива Близко Белая Жигули Ну, видишь Нива это Жигули Похожа Это похоже, кстати То есть половина Вы угадываете ровно половину Значит, у Паши двоя лица Угадывают кроссворды Да, угадывают кроссворды Да, все Вы угадали на половину У меня все в порядке Два Они на месте Ну, круто Ну, у вас так двое получается Вот вы должны объединиться И тогда у вас энергия будет прям Ну, такая мощная Поэтому вот вы вдвоем Вы получается Сколько у вас разница в возрасте? Денадцать лет Цикл Целый лунный цикл Да, мы оба в год тигра родились Офигеть Получается А кто этого старше? Ну, а А как ты думаешь? Почувствуй Нет, так не ясно Не понятно? Ну, я бы так Ты что? Саша 24, Олегу 12 лет Все нормально? Конечно А вы сами про себя что-то знаете в будущем? Да, интересно Я вообще не сторонник того, чтобы смотреть будущее Оно не просто так закрыто И вообще, считаю, все, кто предсказывают будущее, это так Шарлатаны 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 Да, да, да Будущее зависит только от человека И вариантов миллиарда Кстати, это прикольно Потому что иногда такой Что-то такое тебе приявится Такой, а, значит, все, у меня там жизнь не получится Но это полная ерунда Можно что-то предчувствовать Но это один из возможных вариантов развития событий Хорошо А вот когда говорят судьба, человек определена уже Это не так Это кармические узлы Есть кармические узлы Они у каждого разные Абсолютно И у каждого человека их может быть там 10-15 на протяжении жизни Вот они неизменны Но их никогда не увидит Ни один экстрасенс, ни одна гадалка, вообще никто Это как гена? Если отец пил, то и ты пьешь Или нет? Нет, нет Совсем Илюш, хватит все о себе о себе Дай с ребятами поговорить Здесь такой смысл, что это исключительно твое испытание в твоей жизни И оно ни с кем больше никогда не повторится И никогда оно не будет предопределено никем абсолютно В этом и есть смысл кармы А все, что касается судьбы, мы вершим ее сами Классно Олег, ни для кого не секрет, ты краш для фанаток У Саши тоже, конечно, все в порядке с женским вниманием Но Олег просто, ты кен среди экстрасенсов Ты знаешь об этом? Ну, что-то слышал такое В интернете, ты знаешь, что даже продаются женские трусики с твоей фотографией? Я тебе более скажу Я влез в кредиты, купил их, принесите Можно? Давайте Итак, внимание Посмотрите, как это выглядит Можно? Конечно, можно Это же мужские Я, конечно, ожидал, что они будут более сексуальны, конечно А это женские трусы? Хочешь померить? Давай Илюш, аккуратно Илюш, на всякий случай я тебе скажу Их надевают лицом внутрь Сейчас я трусы одену, подожди Олег, хороший, акушер Послушай, как тебе такое вообще женское внимание? Слушай, ну это забавно, очень забавно Вот прикинь просто девчонка какая-то фанатка Она в отношениях Надеюсь, ну взрослая И вот у них там с парнем с ее случается какой-то такой момент Да И вдруг я такой третий личный и появляюсь Это было бы забавно Подождите, ну я поверх своих одел, ну просто Мамочки Ну иди, иди сюда к нам, покажи Ты думал, что будешь с Соболевым в таких близких отношениях? Никогда не думал Никогда не думал Привет, кумир! Реально, ты не нравишься? Заправь рубашку Обожаю твои шоу! Ну я тебе могу сказать сразу Проблем с потенцией у тебя больше никогда не будет Нет потенции, нет проблем У меня Я эти туши одел, у меня член пропал, подожди Так мы же сказали Куда ты его делал? Мертвый холод, да? И сразу одно яйцо Так они же женские, я же тебя предупредил заранее Просто поглотитель членов, блин, ладно Подожди, стой, стой Кстати, очень удобно Спасибо тебе Стой, не уходи Подожди, одно лицо, смотри Вы видите? Реально прям похоже Похоже, смотри Ужас Олег Ладно, одену свои обычные Шикарный аттракцион У тебя огромное число фанатов Это прикольно или это напрягает местами? Да, меня это не напрягает, прикольно Да? А ты пользуешься как-то своей популярностью? Нет, вообще? Вообще абсолютно Ну не было ощущения, что Привет, это я с трусов Узнал меня? Нет Он на самом деле сейчас специально не палится Он типа делает вид, что впервые их видит Он не первый раз их видит Нет, я видел Он встречается с девушками только в таких трусах Лайфхак 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 Нет, это не правда Неожиданно начали в зале переодеваться Первое, выйдет замуж сразу Вот прям в облоните Кто поймает? Тот женится Смотри, смотри А брат там встал тоже Кто так? Кто хочет замуж? Кто хочет? Судьбоносные стринги А мужчина рядом погрустнел сразу Погрустнел А какие вот самые такие случаи были Когда вы помогли человеку Когда он приходил к вам с какой-то вот своей проблемой Нерешенной И ваши способности помогли его Привели его туда, куда он хотел Всегда Ну вот одни из самых мощных Нет, ну это вот чтобы не было А, из самых мощных? Из самых мощных Так что ты сам подумал Ё-моё, Шефс, ты вообще красавчик Да Был такое Давай Был на битве даже такое Это что прям с пруфами Была одна из серий Когда, к сожалению, там Вышла девочка из окна Трагичная история была Где мама уже, к сожалению, она Была бесплодна на тот момент Она уже 8 лет как не могла рожать Девочке было 12 лет А мужчина, который был с ней Жил Он её с детства воспитывал Но не был её родным отцом Он вообще был бесплоден от рождения Но я чётко вижу их с ребёнком И вижу, что этот ребёнок Принадлежит им обоим Что они не взяли его из детского дома А он именно прям по крови И я им говорю Вы должны У вас будет свой ребёнок Я прям чётко это вижу Осознаю Может быть, это как раз Какой-то триггер к тому Чтобы вас подвести к этому Я не знаю Она с печальной улыбкой говорит Ну вот, сорян Я вот уже 8 лет Вот со справками Ты типа вообще не экстрасенс, дружище Через два месяца На море Она забеременела Когда она родила Муж не поверил Они пошли сдавать ДНК-тест Ну как так? Она уже 8 лет бесплодна А он вообще от рождения бесплоден А это его ребёнок Врачи все были в шоке Врачи этого не понимали Можно списать это, да, на психосоматику Но что-то же должно зажечь эту свечу То есть ты увидел это И это могло стать Типа Важно очень человека направить А не сломать Сломать может каждый То есть ты никакие процедуры с ними не проводил Не трогал их Не Или ты просто типа Нет Я вижу это будет Вот я к тому и говорю Что не было даже никакой работы проведённой Но я настолько чётко их увидел Что они прям загорелись этим счастьем Сейчас короткая реклама А у меня, похоже, открылись способности После рекламы Здесь будут братья Шепсы Проверим Олег, а у тебя были какие-то такие интересные кейсы, которыми можно поделиться? Вообще один из последних был тоже связан с беременностью Ты забеременел? Серьёзно? Нет, женщина не могла забеременеть И это у меня было два таких случая Один, кстати, причём у женщины, которая работает Вот где мы снимаем битву экстрасенсов Ну и вот она подходит и рассказывает мне свою проблему Что она там делает эко У неё всё не получается Сделала восемь, по-моему И всё никак Я с ней поговорил Сказал, что нужно делать Сказал, что она должна представить себя уже с ребёнком Ну, помимо остальных вещей Которые я не буду озвучивать на камеру Полностью ощутить, что ребёнок уже у неё есть Выбрать имя То есть подготовить детскую комнату Всё для этого И потом, спустя время Так же вот я выходил в перерыв На улицу Так же она проходит Она там работает рядом И она подошла со словами благодарности Всё получилось Блин, классно Один комментарий Один комментарий по поводу доски визуализации Ну, типа, есть такая история Очень крутая штука Крутая Ну, то есть, когда ты, по сути дела Ты рассказал этот механизм Только ты как бы ей его засадил Но, в принципе, люди осознаны Они могут себе так же выбрать Знаешь, ошибка в этой доске визуализации Многие говорят о том, что у меня будет там Ну, условно, машина Надо говорить У меня уже есть Да, и представлять в деталях И чем больше деталей ты видишь Тем быстрее это к тебе будет проходить Но Есть одно важное правило К сожалению или к счастью В мире не существует, да? Волшебных палочек Которые ты взмахнул И всё, у тебя там появилось Финансовый поток открылся Деньги полетели Дома, машины Нет, нужно всегда что-то делать Находиться в движении Просто сидя на одном месте Ты ничего не добьёшься Хотите, я вам расскажу реальный случай? Это подтверждение истории про визуализацию И так далее У меня был момент Ещё до того, как была Смех без правил Я жил в Красноярске Я помню чётко Я люблю чистоту Я сам мыл дома полы С удовольствием это делал Мыл дома полы Вот так вот помню Мою, и идёт комедий-клаб Всё, я такой Мою, мою Смотрю И выступает Родригес Поёт песню Я такой сажусь Вот так вот, выжимая тряпку Сажусь так вот на угол дивана Смотрю и думаю Я Вот думаю Хочу выступать там Вот на этой сцене У меня просто есть мечта Я просто Я вот там буду выступать Линуй Проходит Я пытаюсь всё так нафантазировал Думаю, я там выхожу туда-сюда Чё-то раз Всё и продолжил, короче Что-то засиделся в голове Посадил это зёрнышко И тут проходит время Бам! Какой-то раз Какой-то кастинг Смех без правил Мы такие Раз Попадаем, значит В список Кого выбирают Совершенно случайно Нас выбирают Между двух дуэтов Нас берут с Клячкиным Мы приезжаем Смех без правил И доходим до финала Почти выигрываем Мы такие Вау! В Хамеди Клаб Победители выступают Чего? Мы такие Бам! И проходит Буквально там Два месяца прошло Я выступаю на сцене И Чушей говорит Ксюша, кто снимал раньше программу Она говорит Выступаешь ты С Родригесом Там был Там были Там Харламов Блистали тогда Он говорит Вот с Родригесом можно выступать И по-моему Проходит ещё как-то две недели Мы показываем миниатюру Какую-то с Родригесом Он поёт Мы там что-то кривляемся И потом он такой Блин, это пришло И потом моё осознание Я загадал Родригес Там же мог быть и Мартиросян Да? Не, но с Мартиросяном Ты бы продолжал Мыть у него полы Да Именно так Но сам факт Того, что я попал Именно к Родригесу Именно в эту программу И вот ровно через вот момент А знаешь, почему тебе так повезло ещё? Потому что ты постоянно Об этом не думал Вот ты сейчас сказал Я поселил это зёрнышко И продолжил мыть полы И продолжил работать И это было правильно Это было правильно Как будто шло куда-то Но вот я не знал куда Некоторые люди Постоянно думают 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 об этом И не понимают Что свою мысль Они держат возле себя Они не дают Ей материализоваться Нужно её отпустить Вот ты поселил Увидел себя на этой сцене И мой полы Мой полы Да, даже если вы мойте полы Вы можете выступать На сцене любого шоу О котором мечтаете Это, кстати, правда Класс Это серьёзно работает Вот потому что У меня точно так же было Я всегда знал Не знаю Вот просто всегда Было внутреннее чувство Что так или иначе Я буду знаменит И ты будешь знаменит Я тебе больше скажу Спасибо Я тоже в это верю Обязательно Настанет такой момент Тебя позовут на телевидении Когда-нибудь А пока у Ильи Не помыты полы Ну, ты хочешь сейчас понять Вот прям реально увидеть Как предсказывается будущее Что мы уже всё это видели Как? Всё, что будет происходить Ну, вынесите тот подарок Который мы вам приготовили О, амулеты, круто Давайте Это не амулеты Это не амулеты Давайте С удовольствием Как вы думаете Чё там? Итак Сейчас Вот смотри Сейчас прям дам Чтоб ты прям прочувствовал Так Вот это А возьми в руки Левой рукой Давай, давай левой Правильно Смотри Вот это Вот это Паш, тебе надо большую Мне большую, да Это прям для тебя А вот это для Киркорова Передашь? Я не передаст Я сказал передашь Ладно, это мне надо передать Киркорову, да? Да, да Нифига себе миссия Вот это тебе надо передать для Лейсан Вот это для Лейсан От нас даст Олеган для Лейсан Хорошо Что-то невероятно Ну а вы посмотрите, почувствуете, что там, попробуйте Не трогай, а через баночку Попробуй, да Как? Как? Что ты ощущаешь? Какие ощущения? Может мы из вас экстрасенсов сделаем? Не анализы, нет? Похоже, близок Ну такие, твердая вещь Если анализы, то они уже старые Что чувствуешь? О! Там что-то, я думаю, что что-то связанное с... Внимание, ребята, вот и яйцо Так Насколько я понимаю, это яшма Яшма Молодец Хорошо, разбираешься Да Это один из моих самых любимых камней Яшма отзывается во мне Я знаю, как отзываются камни Я беру яшму в руки И она в течение 10 секунд становится горячей А другие камни в моих руках так не становятся Спасибо Реально? Аплодисменты, Паша Это очень редкий камень Это яшма вместе с лазуритом Да Слушай, он реально разбирается в камнях Пойдешь к нам работать? Яшма Яшма очень редко контактирует вместе с лазуритом Потому что эти камни разной древности Разной плотности И эти камни, которые находятся в разных климатических зонах Очень редко ледник смешивает лазурит вместе с яшмой Это дорогой подарок Блестящий, блестящий Павел, это очень круто Откуда ты знаешь? Ты изучал камни, Паша? Да, мне очень нравятся камни, я их изучаю до сих пор Я сегодня приехал в пуховике, в кармане которого я ношу яшму Этот пуховик я надел впервые этой зимой А мы, когда с Олегом собирались, мы сидели и думали Какой камень подарить тебе? И мы думали, лазурит или яшму? Мы бодались, бодались и оба увидели это яйцо И сказали, давай, вот, идеальное решение Прикольно, очень круто Так Что в черном ящике? Кто в багажнике? Это я сказал гриб? Это гриб внутри тебя представился Но гриб ты сказал сам Я сам сказал гриб? Ты сам сказал гриб, по записи посмотришь Я тебе не говорил про гриб Тогда классно, гриб У вас там, скажите, у вас там человек, у которого 600 ящиков Что, кокос говорил? Нет Кладите кокосы Гриб, грибы двигайте сюда Мамонты, грибные мамонты Поехали, понеслась, клади На самом деле, это твой будет очень крутым оберегом Прикольно, да Это мне пригодится А у меня тоже есть для вас небольшой подарок Это такой оберег Работает, правда, только на территории России Это удостоверение депутата Я не знаю, как вы будете его носить, но вот когда он будет у вас в кармане Что, воли? Да Но вы аккуратно Если с этим переусердствовать, этот оберег запрещает выезд за границу Ну смотри, я тоже забавный Вот случайности не случайны Почему вы выбрали именно это? Вы кому-нибудь такое дарили еще? Вообще никому никогда ничего не дарили Вот Мое высшее образование — госмуниципальное управление Вот Послушайте, если честно Это все было пропитано какой-то невероятной атмосферой Очень сложно сказать, что все это было совпадение Ребята, браво! Волшебство! Братья Шепси! У нас здесь! Спасибо огромное! Спасибо! Спасибо! Прикольно, парни! Спасибо, большущая! Спасибо! Спасибо! Круто! Пойдемте разбежимся на статуи! Спасибо всем! Любой маркер в любом месте А давай на глазах Давай На бровях Где он пишет? Где он там пишет? На глазах пишет, да? Расскажи, чтобы я лучше видел, правильно? Я написано «Сплю» на этих самых, на веках Так, давай так договоримся Ты написал там, чтобы я лучше видел этот мир Мы открыли ему глаза Да Хе-хе-хе-хе-хе Класс Класс Спасибо! Спасибо большое! Спасибо огромное! Это братья Шепси здесь у нас Это все было очень волшебно и магически Мы продолжаем За окном снежно и холодно, а на душе тепло Особенно, если у тебя есть накопительный счет А если пока нет, открой накопительный счет в Газпромбанке Со ставкой 15,5% годовых для новых клиентов Пополняй и снимай без ограничений Газпромбанк Время исполнять мечты Шоу воли А прямо сейчас здесь у нас рубрика «Голый микрофон» И в этот раз Карина Мурашкина отправилась на съемки фильма Иван Васильевич меняет все Смотрим! Всем здравствуйте, добрый вечер, спасибо, до свидания С вами я, Мурашкина, и это «Голый микрофон» Ребята, я сегодня нахожусь просто в невероятнейшем месте Легендарное кое-что снимают Вы сейчас точно все это узнаете Потому что это знаем мы Вы, ваши бабушки, ваши дети, ваши мамы Ваши собаки, ваши кошки Просто все на свете Это площадка съемочная Где снимают? Иван Васильевич меняет профессию А, Максим, идите к нам Покружитесь Да, как ощущения? Это же просто невероятно Они тут все по-настоящему построили Честно, как в сказке Ну просто Это потрясающе Во-первых, потрясающий фильм Это мечта сняться в такой истории С такими артистами Это лучший день моей жизни Вот это родинка, это ваше или это того его? Блин, он как настоящий Капец Давай, Юра, лети Держим, держу, держу Здравствуйте Привет, Юр, как дела, соскучился? Я немного занят, простите А, да Это шо, сотик? Алло, Галочка Ты сейчас умрешь Вот ты с Тимуром Батрудиновым целовалась уже Я еще не готов О, господи Какая же красотища, Саня Какая старина Это ж просто невозможно Как они все это нарисовали Не все отстроили, Саш, понимаешь? Офигеть Подъезд Самый настоящий Вот у меня бабушка Баб завидовалась Просто ты находишься в фильме сейчас Эти старые кнопки Блин Вау, а кроватник А там такой же был прям плед Это же машина времени Вот это, да? Это машина времени же называется, Саш А трогать можно? Как думаешь? Блин, я как будто в кино оказалась В этом фильме Я срочно приду сегодня домой И буду пересматривать этот фильм Это в нее влюблен Батрудинов? Все, он уже не в нее влюблен Это он по кино в нее влюблен А в жизни? В кого? А я вот знала, что он бабник Саня, сними его Сидит Усами своими ворочает Царица Царица Ну у меня просто шок Я зашла Здесь декорации Здесь костюмы До такой степени классно погрузиться Это какое-то не то, что история Это даже история твоего детства Ты же смотрела эти фильмы И вот все равно заходишь И каждое пятнышко, мне кажется Вот художники передали И вот костюмы И вот Ну, актеры уже, конечно, не те Да, ну Тяжелый костюм? Очень Нет, коса тяжелая Коса тяжелая Да, можешь подержать чуть-чуть, пожалуйста Спасибо Да, давай Вот Ох, как хорошо А как отбирали? Как согласовывали? Какой-то кастинг? Какие-то пробы? Нет, ничего не было Мне позвонили, сказали Вот, три пятьсот и покормим Ну, я уже три пятьсот не слышала И покормим их Я видела гонорар там реально Ну, реально царица Ну, реально царица Да? Да, сто процентов Один вопрос, и мы уйдем Так, вы у нас кто? Вы у нас режиссеры Все сразу Обожаю Такого сценария еще телевидения не видел Интрига Смотря на вас Есть прям доверие Кажется, что вы прям круто снимете Лепота Смотреть на планшете Планшет забрали дети Не беда Открывай компьютер И наслаждайся Любимым шоу Ведь с видеохостингом Рутюб Смотреть контент можно С любого девайса Один аккаунт Для всех устройств Рутюб Смотри Создавай Загружай Совсем скоро на ТНТ Стартует новый сезон сериала Ресторан по понятиям И у нас в гостях Актеры этого сериала Владимир Сычев И Иван Кокорин Парни, приветствую Привет вам Привет вам Привет Привет Салют Привет, Илья Здравствуйте Сюда можно? Конечно Парни, я рад вас видеть Я смотрел сериал Мне все нравится В отличие от наших футболистов Сычев и Кокорин Играют отлично Согласен Честно, если Прошло уже два сезона Для тех, кто вдруг проспал И не смотрел О чем этот сериал? Расскажите Людям, которые хотят попадать На третий и четвертый сезон И которые явно будут Четыре друга С криминальным прошлым Решили ограбить банк Помещение Хранилище банка Находилось рядом С торговым центром Где стена соприкасалась С тем местом Которое сдавалось Под аренду Ресторана И мы, значит, соответственно Берем в аренду помещение Организуем ресторан И делаем подкоп Чтобы Ограбить хранилище банка И два сезона копаем Нет Три Третий сезон Ну, потом, на самом деле Втягиваемся в бизнес Начинает переть уже По профессии Скажем так Рестораторов Все хорошо получается Но, тем не менее Всякие приключения С нашими героями Происходят Разные Разные антигерои Во втором сезоне Был Ванька Хлобыстин Главный злодей Сейчас Поменялся на Гошу Куценко В сериале Кроме вас Играет еще Всякие разные актеры Да? Но я хотел бы Особенно Отметить Дмитрия Дюжева Есть даже фотографии Покажите, пожалуйста Просто Приблизьте Дюжева Пожалуйста Это космос уже не тот Да Не, вы понимаете Что это дворецкий Семейки Адамс Похоже, да? И еще огромное количество Комментов На которые я наткнулся Но покажите Как доказательство Люди пишут Что с Дюжевым Почему он так переигрывает? Дальше пишут Дюжев слишком переигрывает Или он в жизни теперь такой? Крутой сериал Но Дюжев переигрывает Зачем Дюжев так пережимает? В связи с этим вопрос Что с Дюжевым? Ну это, знаешь как Работа актера над образом И поскольку ему в этом Комфортно существовать Ну, наверное А вам рядом с этим комфортно? Ну, знаешь как Стараемся Чтобы было гармонично А хорошие рейтинги вообще Я просто не знаю Вот вообще Его же, по-моему, вы смотрите Если продлили дальше На удивление, смотри Когда скинули сценарий Первого сезона Я прочитал Я думаю Ну, работа на пол-лета Мы сняли 10 серий За 11 съемочных дней Серьезно? Да За все существование Платформы Онлайн-премьер Так Комедия Ресторан Понятием На первом месте Ну, честно, если Вас привыкли все видеть Брутальными такими актерами Ваш персонаж Что бандиты Ну, брутальные роли В основном Мы попросили Нейросеть Нарисовать вас добрыми И нежными Какими мы являемся На самом деле Да Мы Вбили такие Такие запросы Как Владимир Сычев Добрый персонаж Для детей И вот что выдала Нейросеть Покажите Володя Какой котенок Мне кажется Это котенок Который может Не только написать ботинки Но и уйти в этих ботинках Сто процентов Вань А ты такой милый получился Вот просто покажите Красота, да? Это на OnlyFans Которая ушла в минус Куртизанка Бальзаковского возраста Да Вань, а ты ничего Да, кстати Страшненькая Да Вань, тебе нравится? Страшненькая Тебе нравится? А ты вот с такой вот Девушка познакомился Ну, не, мужики Подождите Я должен привыкнуть Вот вы играете У вас роли Типа криминальные Грутальные И так далее Мы видели вас В разных ролях А были у вас Какие-то постельные сцены К нам тут приходил Петров Он вообще Со всеми там Дю-дю Там был Прилучный А вот вы У вас были постельные сцены Вот уходят в вашу карьеру Ты как раз, ты говоришь Прилучный У меня была С ним сцена? Поздравляю Секундочку Руки свои убери Как раз вот в этом сериале Жизнь по вызову Я же сыграл просто Ну, настолько Я много отрицательных персонажей В своей жизни играл Да Но таких мерзавцев Таких негодяев И мразей Я на самом деле Мне кажется Даже близко не пробовал Если бы, может быть Сарик С которым мы до этого Ряд проектов Не отработали Вместе Я, может быть И не согласился И когда согласился Я не думал, что это будет Настолько все откровенно То есть прямо Противно было его играть Ну, прямо такая мерзость Слава богу Во втором сезоне убили Моего негодяя Ну, это прямо И что приятно На самом деле Даже критики Которые по винтикам Разобрали весь этот сериал Которые, знаешь У них работа такая Плохая Ни одним плохого Не сказал Про мою Исполнение роли Все сказали Даже от Сычева Такого не ожидали Мы привыкли Что он там играет Хи-хи-ха-ха Вот этих полукриминальных Каких-то там Блатных элементов Образ этого негодяя И два сезона Продержал на таком уровне На таком драйве И я столько говорю Комментарии Знаешь, как Там девушки пишут Это, говорят Гениальная мерзость Он говорит, просто Воскресенье даже не думали Там кто-то пишет Я, говорит, там Все ваши там Сто с лишним фильмов Просмотрел Но такого, говорит Даже не думаю Что вот можно было Так погрузиться и сыграть Но тяжело было Я после каждого Съемочного дня Приходил там Минут сорок под душем Стоял, смывал себя Все вот это вот Знаешь, там В полноги не получается Хочется погрузиться На полную А когда погружаешься Прям вот это вот Все аж до тошноты Потому что Ну, тварь редкая Вань Какие проекты с тобой Можем посмотреть В ближайшее время? Постельные сцены-то Че? То есть там Что не сцены То постельные Скажи, пожалуйста У тебя были вот Прям вот постельные сцены Эротические Вот такие? Ну, я честно Я не буду сейчас врать Не, враг, не надо Мы тут по-настоящему Я не буду врать Как Володя И даже не предлагал никто Ну, значит Все впереди Илюш, подожди После того, как Нервная сеть-то выдала Сейчас, извини меня Предложение Постельное Постельное А вы, Иван Добрый вечер Вань И на следующую передачу Вот такое вот Да, прохожу Вот такое вот Лохматы Вань, какие работы с тобой Мы можем посмотреть В ближайшее время? Ну, в ближайшее время У меня будет концерт Я вас могу пригласить на концерт Давай Я занимаюсь художественным словом И у меня концерты Поэтическо-музыкальные С живой музыкой С великими Авторами И поэтами 9 декабря Я вас жду Так, сейчас будет Короткая реклама А после этого Покопаемся Во всех фильмах Которых сыграли до этого Ребята Оставайтесь с нами Капельку о вашем прошлом Ты в 12 лет, Володя, уже попал в Яролаш Ты в 12 лет уже был звездой Есть фотография из детства Посмотрите, какой был Володя Это уже первый курс ГИТИСа Экзамен по вокалу Посмотрите, это Соболев Посмотрите Это Илюха Это, кстати, уникальный Да, Вов Это правда Я на самом деле очень похож Это прям моя мимика И, блин, я буду на самом деле нормальным Когда буду постарше Я вот на тебя смотрю И такое прикольное У меня крепенький такой Я тебе хочу сказать Не помню под этой фотографии Там еще есть одна фотография Там с юношеского возраста Там, не знаю, там, грубо говоря Одна треть всех комментов Говорит, Соболев Соболев на минималке Соболев там прям Не один, не два, не десять А там порядка ста Прикольно, прикольно Да, похож, правда похож Видишь, как Мы когда вот Ну вот Ты на правильном пути, Илюх А? Ты на правильном пути А, да, я знаю Видишь Надо у мамы узнать Че, где она была Илюх А ты знаешь, какая у Вани была первая роль в кино? Попробуй отгадать Сперматозоид? Нет Ну это самое первое И не в кино Сейчас подумаю Давай я тебе, знаешь, как скажу Боулинг? Че-то с боулингом? Нет Нет Ты точно знаешь этот фильм И ты никогда не угадаешь И вы никогда не угадаете И вы даже будете пересматривать этот фильм Подожди, это девятая рота? Нет Аа Еще раньше Раньше? Нет, еще раньше Эм Да, красавчик Брат 2 Брат 2 Что сказал? Да Что сказал? Кто? Да, из зала трикнул Ой, фанат твой, который писатель, поэт Покажите, пожалуйста Да, ты сейчас поймешь Покажите, пожалуйста Да Никогда бы не узнал, Вань Представляешь? А это какой эпизод? Это когда? Это что? Это перед тем, как они летят в Америку Я приношу им фальшивые документы Фальшивые документы Кто-то приносил Да Вот откуда все началось Криминальное прошлое-то Вань, как ты попал в Брат 2? Я снимался в 2000-х годах В клипах у Юры Грымова МТС и так далее И меня там увидела стенка по актерам Она пришла ко мне на спектакль Я учился в школе студии МХАТ На выпускной Вот И оттуда, посмотрев спектакль Говорят Ой, придите, пожалуйста, на мультфильм Вот с вами хотят познакомиться Я говорю А где он находится? Скажите мне Ну, говорят, ну, вы там должны до Киевской доехать Потом на троллейбусе И я помню, первый раз поехал А это 99-й год Первый раз поехал на мультфильм И у меня ощущение Вот мы сейчас с вами на мультфильме, да А я помню свое ощущение 99-го года Когда я заходил на мультфильм И никого не было В смысле? Никого не было Окна были где-то разбиты Я не знаю, можно сейчас об этом говорить или нет А можно, конечно Раздруга была попал 99-й год Собаки бегали И вот я шел по этим пустым Коридором Я помню, что Двери были закрыты И одна Около одной двери Двери толпились люди Меня говорят Ой, все, все, все Пойдем, пойдем, пойдем Сейчас с тобой хотят поговорить Ну, я с кем-то там что-то поговорил Вышел Жду, 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 жду А потом говорю Ну, хорошо А когда я с Алексеем Балабановым-то поговорю? А мне говорят А вы только что поговорили Ты разговаривал с Балабановым И даже не понял? Я разговаривал с моему стыду Мне это стыдно Об этом признаться Но тем не менее Я разговаривал с Балабаном Я даже не понял Что я с ним разговаривал На таком Абсолютно Простом Человеческом Равном Языке Это произошло Он спрашивал про какие-то походы Как ты себя чувствуешь? Как ты куда что сходил? И я как-то так Как-то не думаю Ну, режиссер Такие вопросы точно Спрашивать меня не будет Вот И таким образом Вторая встреча Это уже состоялась На съемочной площадке Это снималось на Маяковке Круто Вот И сразу Оказаться В таком Культовом кино С такими Артистами Сухоруков Бодров Кирилл Пирогов Вот Это был Конечно Вы знаете Это был Даже не полет в космос Это было что-то Это улет Какой-то Это была Другая Абсолютно Жизнь Это при том Что Ну сколько этот эпизод Я не знаю Там Ну 10-15-20 секунд Идет Но это такое яркое Я помню Я получил 50 долларов Это были такие сумасшедшие деньги По-моему Одной денежкой Такой И такое ощущение Что до нее Никто не дотрагивался И это Она такая Счастливая Я даже не знал Слово гонорар Это было Это такое было Счастливое время Такие счастливые деньги И я на них пошел Купил Родителям Телевизор Цветной С пультом И они неделю смотрели Телевизор Только потому Что вот интересно было Вот эту штуку разобраться Причем мне родители Мне папа физик Ну вот Ну и все равно И вот они неделю смотрели Это да И мало того что цветло Еще и Послушайте Пусть эта магия Так и зависнет В этой студии Спасибо вам За эту невероятную встречу Спасибо Владимир Сычев Иван Кокорин Спасибо Класс Пойдемте Расписываемся на статуе Пойдемте Спасибо Спасибо парня Спасибо Пойдемте Круто Выбирайте любое место Там уже Там уже Немножко осталось Это мы на тебе Расписываемся Да Конечно Я ухо не трогал Я ухо не трогал Паш Нормально Можно и ухо О Волосы пошли впервые Спасибо огромное Спасибо огромное Спасибо большое Всегда вас ждем в гостях Продолжаем дальше Поехали А для нас большое удовольствие было провести этот вечер с вами Павел Воле Илья Соболин Это шоу Воле Увидимся через неделю Пока Пока Я вас прошу Да, прошу, Олег Ребята, пока Всего хорошего До встречи через неделю Счастливо, счастливо, счастливо Пока Пока Закрывай Субтитры сделал DimaTorzok